То ли это они сами так сделали. Хорошо подобранных красок. Здесь люди читают и обмениваются книжками. Ну и вместо асфальта сверху маркизы, светодиодное остекление, важных мелочей. То есть здесь тоже есть отделка. И вот это, друзья, доска. А вот паркинг. Прятаться за высоким бетонным забором. Знаете, вот на это все смотришь и понимаешь, что просто сказка. Блин, реально круто. Сосновый лес. Индекс дома. А у кого-то до сих пор Новый год. Интересное решение. Уютный дом. Пекарни, вино. О, а у нас тут открыто. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в Минске у большого проекта, который называется Новая Боровая. Проект расположен на территории 100 гектар. Здесь уже есть два действующих садика и школа. Большое количество разных магазинов. И мы с вами посмотрим, как застройщик из Минска смог реализовать такой большой проект. К примеру, у нас в Санкт-Петербурге есть такой проект Новоселья. Я считаю, он одним из лучших вновь возводимых проектов. Есть и другие проекты, но там совсем другая история. Наша задача пройти, все внимательно посмотреть и прицениться. Здесь квартиру от застройщика, однокомнатную, с отделкой чистовой можно приобрести от 5 миллионов 700 тысяч рублей. На наши, естественно, русские деньги. А на вторичном рынке такая однокомнатная квартира, к примеру, вот в этом, а вот как раз за моей спиной дом, стоит 6 миллионов 900 тысяч рублей. Представляете, какой профит? У нас, к сожалению, такого уже нет. Ну что, идемте смотреть. Проект построен по панельной технологии. Видим современные панели, минимальное расстояние между самими панелями. Дома смотрятся симпатично. А я сейчас вам, друзья, это показываю для того, чтобы понимали, как можно построить недорого и со вкусом. Один из первых домов, который сдал застройщик. Обратите внимание, в каком все состоянии. Особо пока придраться не к чему. Пекарни, вино. Магазин соседей, кстати, хочу отметить. Я в Минске был в нескольких магазинах, и соседям, на мой взгляд, показался такой самый приличный. И в нем можно купить кофе, который стоит 1,73 рублей, если не ошибаюсь. Рубль, напомню, я менял по 34 рубля за белорусский. Самое еще здесь интересное, что застройщик возводит еще одну школу и строит поликлинику детскую и взрослую. В одном, естественно, месте. У нас поликлиники вообще никто не строит. Чтобы вот так было, что уже с данным комплексом можно приобрести квартиру и начать жить, и водить детей в детский сад и школа, для Санкт-Петербурга большая редкость. Внутри во дворе парковка. Каждый подъезд мне нравится, что большая цифра сразу видно, где какой подъезд и, соответственно, какие у них квартиры. Вот молодцы, красавчики. Входные группы тоже интересно выделены. Вот он повесил кондиционер, и в такое ощущение, вот специально заказывают вот такие ниши, чтобы их закрывать, чтобы было все в едином стиле. Панели смотрятся симпатично по мне. Нигде не вижу, чтобы где-то что-то отвалилось. Сам двор. Есть зелень, зелень вся невысокая, какие-то кустики, деревца, елочка, спортом можно позаниматься. Прикольно, слушайте, буквы такие поставили для детей, чтобы полазать. То есть достаточно интересно. Вот там впереди мы видим школу, в которую уже ходят дети. Ее посмотрим. Здорово, что корпуса все подписаны вот такими большими буквами. Видно все издалека. Можно обратить внимание на мусоросборочную площадку. Она вот так закрыта, обрамлена камушками. У нас я такого нигде не видел. То есть у нас они делают какие-то такие, знаете, неказистые. А здесь вот реально приятно пойти выбросить мусор. Есть доступная среда. Обратите внимание, что везде, где переходишь дорогу в уровень с основным покрытием, с асфальтом сделана дорога. То есть удобно проезжать на колясках. Есть небольшие три ступени, например, вижу и такой небольшой пандус. Вот, как я обычно говорю, что вот этого реально не хватает, нежели чтобы делать какие-то дебильные подъемники. Или, знаете, вот такие стакады делают, там трехэтажные. Я, честно говоря, этого не понимаю. Сам здесь район достаточно старый. Здесь, ну, как старый. Большое количество вот таких панелек, очень таких типовых. И, конечно, на фоне вот этих панелек, вот эти панели смотрятся намного-намного интереснее. Вот одна, например, из фотозон. Сделать можно красивое селфи. Стандартные пластиковые баки. Есть желтые под пластик и вот такие черные. Не знаю, есть ли в Беларуси раздельный сбор мусора. Но вот вижу, что макулатуру можно сдать сюда. У нас она тоже стоит денег. Достаточно приятное расстояние. Ох ты, какие классные часы. 14 часов 56 минут. Да, да, все верно. Идут четко. Ну, обратите внимание, вторая площадка. Здесь, кстати, в домах у всех разные площадки. То есть застройщик позаботился. Вот здесь, например, для одного возраста детишек. Здесь, соответственно, чуть постарше. И я считаю, что это достаточно правильно и интересно. Еще одна трансформаторная будка. Обратите внимание, что она сделана в виде домика. Смотрится очень красиво. У нас это просто обычные типовые такие блочные конструкции. Кто-то хотя бы иногда их там окрашивает в разные цвета. А здесь сделали в виде домика. Ну, реально классно. И вот даже вот эти двери необычные, как у нас металлические, а такие вот. То есть дизайнер кто-то придумал это, постарался и сделали вот так достаточно красиво. А нет, друзья, стыки здесь достаточно широкие. То есть, например, если обратить внимание на проект от Банава, там практически вообще стыка нет. Здесь он чуть больше. Ну, зачекание на все хорошо. Есть вот такие панорамные окна. Можно это смело назвать так. Они практически, я так понимаю, в пол. Ограждающие конструкции, чтобы вы не выпали. До самого последнего этажа. Вот эти элементы под дерево, я считаю, тоже классно смотрятся. Стекление здесь, я имею в виду, тоже от застройщика. Классическая стандартная группа. Для мусора мелкого. Есть скамеечка, куда можно поставить, соответственно, сумки или просто присесть отдохнуть. Нумерация, какой подъезд, какие квартиры. И, соответственно, система домофона. Карточку приложил и прошел. О, а у нас тут открыто. Заходим. Здесь у нас тамбур как такового нет. Здесь у нас безбарьерная среда. Вот сделана такими ступенями. И, к примеру, вот если взять у нас проект от Сеттл Групп, у них, как правило, такие убогие подъемники, которые никогда не работают. Здесь же сделано вот так. То есть можно, в принципе, закатить и скатить хотя бы так. Но, конечно, было бы здорово, если было бы все в уровне земли. Ограждающая конструкция. Яркого цвета. Сразу видно, что здесь со светом. Он почему-то здесь не работает. Есть лифт. Работает. Всего лишь пять этажей. Небольшое количество квартир. Три и квартиры четыре. Слушайте, классно. Как этот назвать лифт? Это не... Ну, обычно пассажирский, только он достаточно большой. Это у нас Отис. Достаточно такая уже старая модель. У нас такие же лифты есть в наших комплексах. Едет громко. Трогается резко. Его, конечно, не мешало бы подстроить. Пятый этаж. Лестничный марш. Пятый этаж. Квартиры за дополнительной дверью. Звонки на... В какую квартиру вам нужно. Большая цифра пять. Интересная отделка. Хорошо подобраны цвета. Хорошая граждающая конструкция. Обычный металл. Окрашенный. И обратите внимание, сколько уже лет прошло. Все в таком хорошем состоянии. Здесь мы с вами видим панорамное стекление. Отсюда виден двор. Паутинка. Слушайте, прикольно. Для велосипедов тоже сделали. Как в Перси. Только в Перси так более поинтересней. Вот эти часики. Сейчас мы везде пройдем. Посмотрим. Слушайте, ну, в район смотрится неплохо. Ну, вот здесь я вижу, что... Не знаю, это текло. Устранили. Либо еще продолжает течь. Если продолжает, то надо с застройщиком, конечно, обращаться. Либо в свою управляющую компанию. Или здесь, возможно, ТСЖ. А в этом подъезде видно, что жильцы меняют дверь от застройщика. Они все немножечко разные. Посторонних запахов здесь нет. Чисто и уютно. И обратите внимание, что входные группы проходные. То есть зашел с одной стороны, вышел с другой. Пойдемте сюда. Территория двора огорожена. Вход по магнитным ключам. Есть велодорожка. Здесь, соответственно, у них хранятся велосипеды, туи. Зелень на заборе. Слушайте, очень круто. Очень классный, уютный дом. И мне нравится, что это малоэтажные дома. Но для совсем малышей детская площадка. Резиновое покрытие. Кстати, да, вот о том, что я как раз думал, что через какое-то время они, понимаете, выгибаются. И по мне, конечно, наверное, наши покрытия, которые идут сплошные, они более, скажем, функциональные, нежели чем вот эти плиты. Как считаете вы, друзья? И обратите внимание, какая красота. То есть этот дом можно просто отнести, назвать его эконом-классом. Застройщик его называет комфорт-класс. И обратите внимание, как выглядят фасадные решения. Фасады от застройщика смотрятся достаточно интересно. Напомню, что квартиру с отделкой можно у застройщика приобрести от 5 миллионов 700 тысяч рублей. Интересное решение, что здесь застройщик в своих проектах, вот уже второй проект, применяет вот такие магнитные доски. То есть ничего не нужно клеить. Просто сюда на магнит повесили какое-нибудь, к примеру, объявление. Вот о чем я говорил, что большой квартал разбит на несколько кварталов. Это называется кедровый. Большие цифры, конечно, очень здорово. Здесь, друзья, очень-очень мне лично уютно. Когда разговаривал с местными жителями, оказывается, что за непокошенную траву, за плохое состояние фасадов здесь штрафуют. Администрация выносит предписание. Если ты не устраняешь, получаешь большой штраф. И, возможно, для нас это было бы хорошим тоже решением для того, чтобы управляющие компании и застройщики наводили красоту. Прямо в центре кадра мы видим заземление, которое идет с самого верха этого дома и в самый низ. У нас очень часто просто вот идут вот эти провода до земли. Здесь, обратите внимание, они уходят в трубу. И, похоже, сделаны специально, чтобы, не дай бог, никого не ударил электрическим разрядом во время грозы. То и, конечно, очень красиво смотрится. Такой, знаете, зеленый заборчик. Вот, кстати, даже, знаете, здесь вот этот маленький забор, он даже, знаете, не знаю почему-то, но вот у меня нет какого-то диссонанса в том, что он здесь есть. То есть он здесь, а вот реально к месту. У нас в основном эти убогие заборы, которые строят там ЦДС, другие застройщики ржавые, кривые, косые, плохо держатся. И выглядят не очень по сравнению с тем, что мы видели здесь. Так, нам сюда. Видим, что у нас сегодня, получается, среда, второе число, второе августа. И здесь, обратите внимание, есть бесплатные парковки. Их тут достаточное количество. Понимаю, все равно вечером здесь будет плотно, но заехать и выехать могут только жильцы. Периметр закрыт шлагбаумами. И, соответственно, возможно, здесь всем хватает места. Кто вот здесь живет, напишите, пожалуйста, хватает ли вам парковочных мест. А вот она и трансформаторная будка. Да, сделаны красиво. И как раз вот эти двери, о которых я говорил. Обратите внимание. То есть, похоже, это изначально уже сделано в проекте. И смотрится это красиво. Дорога к детскому садику. Обратите внимание, как постарался застройщик, и какой сделал классный детский садик. Этот детский садик мне сразу напомнил детский садик от Ленстрой Треста, который они возвели в Янин. Только такой зеленоватого цвета. Тоже очень такой интересный и красивый. Жилой комплекс Новая Боровая. Так, я горжусь тем, что живу в Новой Боровой. Ну, я бы, наверное, тоже гордился. Слушайте, прикольная штука. Не крутится. Конституция, слушайте, прикольненько. Написано, что оставляют только чистые следы. Ценю красоту района. Также сильно, как красоту природа. Здесь здорово, что чего не хватает о наших проектах. Это вот такие мини-кофейни, где можно просто посидеть на улице, когда хорошая погода. Можно поиграть в шахматы. Обратите внимание, что все на месте, все по порядку. Ливневочка, зона отдыха, шезлонги. Ну и, соответственно, сам детский садик. И у каждой группы есть свои терраски. Для подростков есть вот такой амфитеатр, где можно потусоваться. Там зона хранения велосипедов. И обратите внимание, вот такая центральная площадь, да, написано. Какая здесь, друзья, красота. Здесь, кстати, фонтан. Сейчас он отключен. Понятно, что это дождик или, может быть, на профилактике, не знаю. Можно купить дыню. Еще там какие-то штуки. Слушайте, прикольно, прикольно. Здесь позаниматься спортом. Тоже, слушайте, достаточно интересно это сделано. Разные снаряды. Все на улице, все открыто. Но еще было бы под навесом, наверное, было бы еще интересней. Еще один дом. И здесь обратите внимание, что у него территория, как у того дома, закрытая. И здесь прикольно, что если ты зашел сюда за кем-то, то ты не выйдешь, если у тебя нет ключа. Вот это, друзья, для безопасности. Ну-ка, что тут пишут? Дорогие гости у нас. Видите, что можно делать? Давайте уважительно относиться друг к другу. Спасибо за понимание. Впереди с вами видим действующую школу. Вижу Юрия Гагарина. Интересно, красиво сделали школу. Реально такая современная школа. Высаженные большие деревья. Достаточно зеленый район. Смотрится достойно. За 5 миллионов 700 тысяч рублей. Это, друзья, как вам? Жители Минска говорят, что у них не принято воровать велосипеды. И они их просто оставляют. Никто здесь не прет их. Как у нас. Это, я считаю, тоже большой плюс. А у кого-то до сих пор Новый год. Кстати, обратил внимание, что не так-то и много установлено внешних блоков кондиционеров. То ли это дорого, то ли в квартирах достаточно хорошая и приятная атмосфера. Различные развивашки. Тут тоже все подписано. Слушайте, ну, впечатление, конечно, достаточно положительное. И мне очень нравятся вот эти ограждающие здесь конструкции, которые стеклянные. Скорее всего, закаленное стекло. Обратил внимание, что здесь есть такие приямки. Здесь видно, что куда должна уходить вода. Ну, здесь я вижу, что что-то растет. То ли это просто она в землю здесь уходит. Непонятно, то ли просто нужно управляющей компанией прочистить сток. Здесь мы видим приямок. Вот там есть отверстие. Видна вот такая нормальная уклонка, чтобы вода уходила в канализацию. Да, закаленное стекло. Причем здесь их, друзья, два. И держится все крепко. Плиты. Панели, вернее. Просто бетон. А с утеплителем внутри. При зачекании на не сказать, что аккуратно. Но зато нигде нет дырок. Здесь мы с вами видим заезд для спецтехники. Проход во двор жилого комплекса. Обычная арка. Но если поднять голову чуть выше, здесь мы видим, что натянута гирлянда. Я представляю, как это красиво горит в темное время суток. Или на Новый год. Цветы, конечно, на ограждающих конструкциях смотрятся очень красиво. И создают дополнительное положительное впечатление о комплексе. Достаточно красиво сделаны корпуса. Вот этот корпус чем-то мне напоминает Верн Шуваловский в Санкт-Петербурге. Кто, друзья, знает комплекс, поставьте сразу лайк. Оставьте свой комментарий. Обратите внимание, что здесь очень интересно сделано, как выходят у некоторых балконы остекленные с панорамным остеклением. И такое ощущение, что, знаете, там разные части зданий друг на друга как кубики поставили. Планкер смотрится красиво. Везде мы видим окна от практически потолка до пола. Въезд в паркинг, в плитке, красивенький асфальт. А вот он и впереди, кстати, виден лесопарк, куда можно пройтись и погулять. Вот белорусы, смотрю, любят зелень. А у нас почему-то не застройщики, не кто-то другой их не любит. Странно. Широкие современные улицы. Вот это обычная улица. Здесь ходит большое количество людей там. А может быть небольшое. Но вот видите, здесь, соответственно, для велосипедов есть место для хранения. И это, считаю, очень удобно. Не нужно ни в кладовку закидывать, ни в квартиру, ни к лестнице где-то привязывать. Вот это дерево, я полагаю, что его сохранили. Навряд ли оно за пару лет так смогло вырастить. Вырасти. Здесь, соответственно, у нас велодорожка, пешеходная. Здесь брусчатка. Обратите внимание, раз, и идет спуск. Тут нормальный поворот, тут тоже вот такая брусчатка на дороге. Чтобы проехать, вы должны быть жильцом. У вас есть пультик, чтобы поднялся, соответственно, шлагбаум. Еще одна площадка для сбора мусора. Сделана уютно, красиво. Приятно, наверное, выносить мусор в таком хорошем комплексе. Потому что, знаете, это тоже немаловажно. Вы это видите каждый день. Здесь проходишь, и нет какого-то щены. Во-первых, нет никакого запаха постороннего. Раз. Во-вторых, она смотрится приятно и красиво. С другой стороны, видите, плющ вот этот, дикий виноград растет. Ну, классно по мне. Для автомобиля вот здесь такая крытая парковка. Классное решение. Недорого и со вкусом. Во дворе мы видим на проезжей части брусчатку. Брусчатку на тротуарах и брусчатку. Урны, скамейки. Зимой, чтобы вытирать ноги. И по осени, весне от грязи. Система прохода, про систему домофонов. Видно второй подвес. Квартир с 20 по 38. Дома малоэтажные. И небольшое количество квартир. Застройщика видно, что есть вывод воды, чтобы поливать. Зеленые насаждения, которых здесь достаточно большое количество. Обратите внимание, что вот здесь тоже, видите, подъем такой идет наверх. Удобно заходить. То есть небольшой наклон. Двор закрыт. Все огорожено вот таким прозрачным, я это называю, забором. То есть он в такую большую клетку. Так, наверное, правильно можно сказать. Вот это чем-то напоминает жилой комплекс парус. Ну, чем-то, наверное, немножечко. Но видно, что по мне как-то застройщик постарался, чтобы сделать здесь все красиво. А нравится мне, что большое количество... Вернее, о, большие окна. Обратите внимание, то есть на каждый дом, где не посмотрите, здесь большое остекление. То есть очень много света в квартирах. Практически панорамное здесь остекление. Смотрится классно. И это, друзья, обычный панельный дом. Вот мне бы хотелось в таком проекте жить. Здесь тихо, поют птички, идет дождик. Отмостка тоже сделана из брусчатки. Ну, видите, куда должна уходить вода. У нас почему-то застройщики до сих пор делают проекты, и там этого нет. То есть вода стоит, большое количество мусора. Почему вот здесь какой-то, знаете, продуманный проект по сравнению с тем, что строят у нас одна из высоток. Сейчас попробуем пройти сюда посмотреть. Да, дворы, конечно, меня, честно говоря, впечатляют. Вот парковка, машины приехали, припарковались. Здесь есть выезд, чтобы подойти к подъезду. Вот там есть такой уклон, чтобы все было в уровень с землей. Дворовая территория. И обратите внимание, все, застройщик не обманул. Они все немного разные. Отсюда, мне кажется, когда здесь гуляют дети, они отсюда даже никуда не уходят. А ходят из-за двора во двор. Посмотрите, как здесь сделано прикольно. Можно полазать. Туда можно просто сесть. Есть качели. Здесь, внизу, это кора еловых деревьев. Наверх залезть можно, знаете, играть, как будто ты берешь на бардаш корабль, к примеру. Дом с вентфасадом. Сами панели достаточно большие, длинные. Смотрится дом неплохо. Сейчас посмотрим, где вход, чтобы пройти. Вход в дом. Есть вот такой ограничитель. То есть можно поставить. Видите, здесь защитки. Он держится, и дверь, соответственно, не закроется, чтобы что-то занести. Здесь тамбур. Вытирать ноги. Все утоплено. Сделано в уровень землей. Здесь вот такая же, типа как гальки, мы видели с вами в пирсе. Отделка сама так. Недорого. Как только ты переступил порог тамбура, здесь поистине настоящая красота. И знаете, вот первое впечатление, что я попал в чью-то квартиру, либо в офис. Мягкая мебель, журнальная. Журнальный столик. Большое количество цветов. И здесь стойка, и здесь цветы. Здесь для собак, понимая, лопомойка. Индекс дома. Вот это, кстати, тоже прикольное решение. Можно взять на вооружение нашим застройщикам, чтобы люди знали индекс. Свой почтовый. Здесь, соответственно, какая-то рекламка. Обслуживающая организация АСТО. Комфорт. Почтовые ящики. С перфорацией. Здесь, обратите внимание, люди могут обмениться литературой. Ты прочитал книжку и оставил ее для своих соседей. Можно просто здесь подохнуть. сесть на большой диван, взять в руки пульт от телевизора, который никто не упер, и включить его. Блин, реально круто. То есть, представляете, на улице идет дождь, и дети могут собраться здесь, посмотреть телевизор, фильм, мультик. Здесь реально такая домашняя атмосфера, панорамное остекление, красивый вид из дома. Лифтовой холл, так как здесь высотка, здесь, соответственно, 4 лифта. Есть указатели, где, какой, на каком этаже. Соответственно, этажность. 23 этажа, где какие квартиры. Обратите внимание, здесь совсем небольшое количество квартир. 108, 114. Вот эта стенка, это специальная краска, на которой можно рисовать. Ну, вот было бы здесь тоже гладко. Мне, как считаю, что это намного интереснее. Хотя, знаете, смотрится тоже неплохо. Ну что, вызываем лифт и едем на самый верх. Большой пассажирский лифт. 23 этаж. Большое зеркало лифта Киона на 8 человек 630 килограмм. Погнали. А лифт немножечко потряхивает, и он поскрипывает. Его необходимо обслуживать. Тем более, здесь есть контакт обслуживающей организации. Нужно просто жильцам позвонить сюда, либо свое что-нибудь, ТСЖ, либо управляющей компанией. Двадцать третий этаж. Выходим. У нас получается часть квартир с одной стороны, часть квартир с другой стороны. Здорово, что вот такая же отделка, добрый день, как и на первом этаже. И этажность. Небольшое количество квартир. Сделано достаточно уютно. Такое ощущение, знаете, что я зашел в прихожую своей квартиры. Подвесной потолок. Обратите внимание, какая классная плитка. То есть, даже панели, это, скорее всего, можно назвать. Пожарные датчики. Все. Беленькое, красивое. О, знакомые шкафы. Вот это для наших застройщиков. Смотрите. Ну, классное же решение, да, друзья? Просто и со вкусом. Выглядит реально классно. То есть, с обычным шкафом, думаю, блин, а что же там такое? А тут, оказывается, коммуникация. Да, что-то шкаф подсорило. Бетон, кирпич. Ставим все как было. А здесь мы с вами можем выйти на переходной балкон и с высоты 23 этажа посмотреть на красоту проекта. Ограждающая конструкция держится крепко. То тут пару очагов ржавчины я вижу, и все. Как у нас обычно забито просто все. Наверху флаг Белоруссии. Панели интересные. Слушайте, очень-очень смотрится красиво. Вот мы как раз туда вперед пойдем. Мы еще вот это не дошли. Обратите внимание, как все сделано. Блин, ну реально какая-то сказка. Просто сказка. Как с леса парит вообще. Смотрите, пар идет. Вот тут то же самое. Большое количество леса. Здесь свежий воздух. Очень достойный. Очень красивые панели. Проект не считая... Не смотря на то, что это монолитное здание, вот здесь панельное здание. Но смотрите, как все сделано со вкусом. Да, вот, например, можно посмотреть. Вот, например, дома. Да, вот отсюда сверху как раз классно видно. Вот он, П-образный. Во-первых, его сделали неровным. Он идет такими ступенями. То есть идет разная этажность. И за счет этого какая-то, знаете, другая совсем атмосфера, другой, соответственно, настрой, нежели чем, когда это делают, к примеру, сплошным. Если взглянуть сюда, то мы видим, что неровные линии, они вот такие все под углом. То есть, соответственно, смотрится более как-то это интересно. Вот здесь, знаете, смогли, а у нас почему-то большинство застройщиков не может такого сделать. Детский садик. Обратите внимание, как сделано все круто для деток. Наверху, в проекте, кстати, какой большой плюс. О, как страшно стоять. Вот сюда сейчас увеличим. Вот видите зеленая травка? Это, друзья, эксплуатируемая кровля. И вот это просто очень круто, я считаю, потому что у нас все вот эти крыши, на них, кроме голубей и чаек, больше никто не живет. Если посмотреть вот туда чуть дальше, вот видна еще стройка. Здесь как раз вот эти последние дома, они сейчас застраивают, достраивают, и все. И проект, в принципе, будет закончен. Вот оцените по пятибальной шкале, как вам этот вновь созданный проект. А вроде ничего необычного, но это, друзья, лестничный марш в обычном проекте. Обратите внимание, вот у меня ощущение, что я зашел в какой-то отель, либо какое-то другое здание. Плитка даже на последних этажах, белые, серые стены, красивая ограждающая конструкция, деревянные сверху перила. Поднимаемся выше, и здесь аналогично, все в плитке. Ровные ступени, не как у нас часто бывает. И здесь, обратите, вот на самый верх поднимаюсь. Смотрите, какая красота. Сам переходной балкон, тут отделка у нас, мокрый фасад, утеплитель, сетка, штукатурка, краска. Здесь плитка. Плитка причем не скользит. Можно зайти, выйти в разные части, соответственно, этого дома. Широченный коридор. Широченный, друзья. Здесь аналогично. Ну, вот хотелось бы, может быть, знак какой-то, чтобы повесили, как там, типа, лампочка или электричество, чтобы было более понятно. Очень красиво, считаю, и очень достойно. Единственное, к чему можно придраться, здесь нет указателя, на каком этаже находится лифт. Нажал одну кнопку, загорелась и вторая. Соответственно, понимаю, что логика лифтов приедет тот, который ближе к этому, соответственно, этажу. Ну, вот этот аналогично, как у нас. Опечатано пломбой. Но я надеюсь, что там есть пожарные рукава. И здесь аналогичная, друзья, ситуация. Магнитная доска, то есть не нужно ничего клеить. Вот я считаю, что тоже классное решение, что просто взяли и на магнитик повесили. Будосток сверху, здесь есть ограничитель, и вот такая сетка, чтобы вытирать ноги. Слушайте, даже высотки смотрятся красиво. К примеру, вот здесь есть свой фитнес-зал, большая территория, высокие деревья. Это, я смотрю, рябинки, прогулочная зона. Вот сюда проезжаешь, отсюда даже не хочется по мне куда-то вот уходить. Вот здесь очень красиво, уютно. Классно смотрится вот эта трава, цветочки. Обратите внимание, как все ухожено. И это управляющая компания от застройщика. Большая песочница, такая открытого типа для детей. Вот такая скамейка, здесь можно, чтобы посидеть с родителем. Урна. А вот здесь можно просто набрать или попить воды. Кто помнит, в советское время так было. Или, не знаю, это для чего интересно, лапки животным помыть. За красивой бетонной стеной есть баскетбольное поле. Здесь мы видим, что уже восстановили резиновое покрытие. Вот закрыли, вернее восстанавливают. Здесь посидят болельщики. Просто можно потусоваться, позаниматься спортом и пройти по лестничному маршу в свой настоящий сосновый лес. Скамейки для отдыха, скворечники. Низкое освещение, то есть вечером здесь все красиво. И обратите внимание, что здесь дорожки сделаны из бетона. И вот по мне это хорошее, интересное решение, потому что этот бетон как раз, считаю, хорошо гармонирует с озеленением. Поют птички. Красота! Да, действительно, в такой комплексе хочется, как говорится, пустить корни. Стол. Можно посидеть, пообщаться с соседями за вкусным куском мяса. Вот такая барбекюшница. Обратите, как здесь делал уютную территорию для жителей и гостей этого района. Брусчаточка, большое количество зелени, забыл, как называется, дерево. Сирень. Разделитель, чтобы дети не бегали, вот такой тоже. Прозрачная конструкция. И смотрите, какие здесь виды. Знаете, вот на это все смотришь и понимаешь, что можно делать реально классные, крутые проекты. Это новый район. Я считаю, что это отличный показатель того, как застройщик вложил в проект и вложил свое имя. Обратите внимание, что немного разные дома смотрятся реально красиво. Фасадные решения сделаны по разным технологиям. Для меня, например, большой плюс, что везде есть указатели, большие цифры. Сразу все понимаешь, где, что и чего находится. Вот обратите внимание, что на территории большое количество развивашек, детский клуб Гулливер, музыкальная академия. А вот эти все, кстати, ограждающие конструкции, все вот эти полупрозрачные заборы мне напоминают, в Финляндии сделаны вот аналогично. У скандинавов, то есть, ты все видишь, что находится за ним. Они, как у нас любят, прятаться за высоким бетонным забором. Арт-объект. Человек залез на лестницу, лампочки. Интересно. Круговое движение здесь такая своя. Площадь интересно сделана, освещение. Симпатично по мне смотрятся дома, особенно вот эти, где кровля не ровная, а под углом. Сейчас попробуем сюда пройти посмотреть. Мне, например, очень интересно, а как вам, друзья? Вот смотрите, да, что смог сделать застройщик. Велодорожки, пешеходные дорожки, брусчатка, озеленение. Блин, ну, мне нравится. По такой дороге приятно пройтись. Как считаете вы? От фасадов зданий до дороги здесь, пожалуй, метров около 30. Есть вот такие скамейки, где можно посидеть, отдохнуть. Большое количество зелени, что лично меня очень радует. Трава, конечно, очень классно смотрится. Такую траву я видел только в проектах Банавы. Это Грюналун и Магнифика. Кафешечки. Вот там еще стройка какая-то идет. Блин, очень-очень, друзья, все достойно. Как вы сами считаете? Напишите в комментарии. Вот эти, кстати, дома чем-то немного напоминают новоселье, которое возводится в области. Там тоже очень классно и все уютно сделано. Надеюсь, никто ничем это не испортит. Да, здесь, конечно, сюда нужно возить по мне застройщиков и им показывать, как можно строить. А вот это, кстати, не плитка, это винтфасад. И вот здесь застройщик просто сделал вот так красивенько. А дальше идут обычные трехслойные современные плиты. Когда у комплекса такая большая красивая территория, как же без груминга? А вот это, я понимаю, балкончики. А вот это такой практически квадратный, этот немножечко напоминает форму треугольника. Обратите внимание, какая у него глубина. А вот паркинг, по мне, смотрится тоже достаточно красиво, вписывается в общую композицию этого комплекса. Последние строящиеся дома, напомню, что здесь можно приобрести квартиру от 5 миллионов 700 тысяч рублей с отделкой в этом жилом комплексе от застройщика. Вторичное жилье стоит чуть более миллиона дороже. Еще одна входная группа и только обратите внимание, друзья, как здесь достойно считаю сделать застройщик. Третий подъезд, какие квартиры, скамейка, урна, все как мы любим. И вот она, обычная металлическая стена для того, чтобы повесить объявление. Здравствуйте. Перед тем, как зайти, здесь есть вот такая сетка, чтобы вытереть ноги и грязь не тащить к себе домой. Большое количество стекления, почтовые ящики, спам, тут какие-то полочки. И вот это, друзья, доска, это доска для того, чтобы рисовать мелом. Вот сюда, наверное, можно класть мелки. И считаю, что это достаточно интересное и классное решение. Алюминиевые двери, большое количество стекла, полки, можно на цветочки поставить сразу лифт, девять этажей, кнопка вызова, лестничный марш. Наверное, надо проверить, поднимается ли он на первый. Или нужно только здесь заходить пешком. Плитка под дерево, первый во дворе. Слушайте, очень круто сделано. На лестницу есть указатель, лестничные ограждающие, конструкция выглядит тоже, я считаю, достаточно красиво. То есть, смотрите, это, в принципе, все недорого. То есть, обычный металл, вот так сварили, и уже какая-то, знаете, интересное какое-то решение получать. Сам лестничный марш широкий, он обычный, с бетонного завода, но не заляпан. Все сделано красиво и аккуратно. Из плюсов, конечно, что подъезды проходные. Кроме того, что они проходные, здесь можно оставить литературу и обмениваться ей соседями. Выход во двор, обратите внимание, что спустить коляску есть вот такой подъемник. Интересно сделано решение на потолке. Это обычная фанера, покрытая лаком. Видно, что это сделано на производстве. Черный потолок и осветительные приборы. Ну, по мне, реально, дизайнеры, архитекторы здесь постарались. Из плюсов это первый этаж. Здесь останавливается лифт и можно спуститься в самый низ на нулевой соответственный этаж. Обшито обычной фанерой. Из-за того, что сверху тоже обшито, немножечко слабо, я считаю, рассеивается свет или что-то. Ну, да, потому что лампочки, видно, все горят. Вот сейчас обратим внимание, друзья, он приехал на нулевой этаж. К примеру, вы пришли с магазина с тяжелыми сумками, вам не нужно подниматься, он еще и двухсторонний, подниматься на лестничный марш, а вы, соответственно, с этого нулевого со входа поднялись на первый этаж. А мы с вами едем, напомню, на девятый. Девятый этаж, большая цифра, нам указывает об этом интересно, сделана вот здесь отделка. То есть, вроде, знаете, ничего такого сложного не придумал застройщик, но смотрится достойно и красиво, окрашено все в разные цвета. Обратите внимание, что вот мы поднимаемся с самого последнего этажа, здесь везде плитка, никакого у нас она заканчивается, к примеру. И здесь аналогично, смотрите, какая хорошая граждающая конструкция, какая хорошая. Паркинг многоярусный, тоже сделано с любовью к своим клиентам, к своим жильцам. Ну, вот видите, дома, ну, очень достойно, очень красиво смотрятся. Пойдем еще стройку посмотрим, и посмотрим, соответственно, на что у нас здесь. А вот здесь, кстати, могли бы тоже закрыть, в принципе, эти ящики, но они и так нормально смотрятся, они сломаны. Всего лишь здесь две квартиры, можно подняться по лесничному маршу, здесь панорамное остекление, а наверху кровли. И обратите внимание, как сделано вот здесь. То есть здесь тоже есть отделка, здесь тоже есть деревянные перила и красивые ограждающие конструкции. Здесь даже дверь красивая с выходом на кровлю. Вот видно, да, закрыто. И нормальное освещение. А общее впечатление о любом проекте всегда складывается из нюансов, вы знаете, таких важных мелочей. То есть вроде на первый взгляд об этом никто не думает, это никому не нужно, но вот внимательно обратите внимание на то, что я вам сейчас покажу. Обычная кровля входной группы, ну, вроде сделана нормально, есть уклонка. Обратите внимание, что вот это ливневка, а вот это пластиковая сетка для того, чтобы туда не попадали ни камни, ни листики, ни какой-либо мусор и, соответственно, ее не загрязнял. И даже есть вентиляция. На первом этаже вот такая интересная плитка. По мне, очень интересное решение. Выходим с вами во двор. Вот, кстати, даже здесь, обратите внимание, что кнопка открытия сделана прямо у ручки. Это очень удобно. У нас часто это делают на стенках. То есть нужно сюда точиться рукой, потом идти сюда. Это, по мне, некомфортно. И обратите внимание, как здесь сделан ограничитель двери. Все, дверь стоит. Потом будем уходить. Мы ее, соответственно, закроем. Да, единственное, вот здесь, конечно, ограничителя двери не хватает. Было бы здорово. Двор жилого комплекса. Интересные входные группы. Нигде не видно подтеков. Стекление от застройщика. Здесь красиво декоративный сделанный элемент. Обратите внимание, что под кондиционеры вот такие, закрывающие короба. Тоже все одинаковые. Посмотрите, какие сделаны. Назвать, не знаю, лодочкой, возможно. Что у нас тут? А, здесь... А, это надо, чтобы посидеть. Но здесь пока вода. Огромная песочница, паутина, светодиодное остекление, освещение, извините. Везде есть трава, высокая трава. Достойно смотрится красиво двор. Красивые, по мне, фасады. Вот 17-й дом. Видите, сразу видно. Блин, вот этого реально не хватает во многих наших проектах. И здесь уже территория выходить, чтобы за свой жилой комплекс. Напротив, тоже очень красиво смотрятся дома, не считая того, что это обычные панельные друзья-дома. А, возможно, не панельные. А, не панельные, панельные. А, венфасад. И вот не просто взяли штукатурили, а вот сделали вот такими, как назвать правильно, плитками. Молодцы. Расприямок. Здесь есть канализация. Вот она внизу. Здесь аналогично. Вот она, сеточка, чтобы не было воды. Кора еловых деревьев. Слушайте, положительное, приятное впечатление о комплексе. Причем, обратите внимание, что все вот эти районы, кварталы разделены на несколько кварталов. И, соответственно, на несколько кварталов. И, соответственно, в них разные дома. Смотрится в целом все гармонично, очень красиво, хорошая дворовая среда. понимая, за что здесь люди платят деньги. Понимаю, что здесь хорошая транспортная доступность. Понимаю, что здесь в пешей доступности станция метро, в зависимости от дома, конечно, она будет немного разная. Но пройтись пешком по такому комплексу считаю удовольствием. А что мне еще понравилось здесь, так это то, что строительство регламентировано. Регламентировано, в частности, по времени. То есть, поздние часы это не строят, круглосуточно тоже не строят. А выходные строители отдыхают вместе с остальными горожанами и не создают какие-то негативные моменты жильцам, когда возводят, соответственно, свои дома. А также в проекте, по крайней мере, вот в этом доме есть терраса у жителей первого этажа. Обратите внимание, какие они большие по площади. Сверху маркизы и могу полагать, что это все от застройщика, потому что сделано в едином стиле. А здесь, так можно сказать, досуговый центр для взрослых. Возможно, что вот в этом домике за ключом закрыты как раз мангалы. Здесь есть стол, есть вода, вот такой большой-большой такой крупненький камушек накидан. Это сделано на грядке. И обратите внимание, горох, лук, разный салат растет, щавель. Дети могут это поливать, какие-то цветочки. То есть, прямо с грядки можно сорвать то, что вырастили жильцы, сесть вместе за стол и сделать вкусный салат. А если у вас есть питомец, и вы вдруг забыли взять пакетик, то есть он вот здесь. И вместо бумажек здесь обычные полиэтиленовые пакеты. После сдачи вот этих домов сюда заедут первые жильцы. Кто-то будет делать сам ремонт, а кто-то уже заедет в готовую квартиру с чистовой отделкой от застройщика. Остановки общественного транспорта. Обращаю внимание, что вот получается заезд в квартал, здесь стоит светофор, безбарьерная среда и очень плохо, когда есть какие-то определенные углы. То есть, вот эти вот-вот-вот такой, да, люди это любят срезать. И обратите внимание, на что я обратил здесь внимание. Я не знаю, это сделано было сразу или сделано потом, потому что здесь ходили люди, и здесь такая дорожечка, чтобы не топтать травку. И аналогично сделано здесь. И чтобы не срезали, то видите, вот как вот эта трава, здесь такой идет полукруг. Это тоже, считаю, достаточно хорошее решение. Ну и вместо асфальта здесь красивая брусчатка. Обычный панельный дом. Вот реально напоминает дома от Ленстрой Реста, который их возводит в разных частях нашего города. Входная группа. Обратите внимание, что заходишь, дождь уже на тебя не сыпет. Большая дверь. В двери я таких доводчиков у нас не видел. Это только вот здесь. При этом он не только в сетке стоит, а там есть резинка. То есть ты поставил и он застопорился. Заходим. Обратите внимание, как красиво сделано. Такое ощущение, что ты зашел в какой-то магазин, ресторанчик. здесь можно посидеть, полежать, снять обувь. Красивая плитка, такая, знаете, чем-то под мрамор. Заезд для колясок. Перила деревянные. Аналогично сделано, вот здесь тоже окрашено, что здесь можно рисовать. Видите, пишут, что просто бы не закрывать дверь на первом этаже, видно, проветривают. Обменный фонд. Здесь люди читают и обмениваются книжками. Можно взять какую-нибудь книгу, сесть вот сюда и ее почитать. Обратите внимание на двор обычного панельного дома. Первое, конечно, для меня плюс, что здесь нет никаких высоток. Я вот не знаю, здесь может быть высотный регламент, но высоток здесь практически нету, их можно посчитать по пальцам. Большое расстояние между домами, считаю, очень достойный застройщик, разместил свои дома на территории в 100 гектар. Классное зеленение, новый проект, и обратите внимание, какая здесь красота. Высокие деревья, красивое освещение, тоже велопарковка. Я не знаю, как у других застройщиков есть такой или нет, но вот УАЗ-101 это есть. Приятно находиться в этом дворе, дети качаются на качельках, можно здесь посидеть, отдохнуть, позагорать на солнышке. здесь мы видим, что входные группы, они все проходные, то есть можно выйти на улицу, можно выйти во двор, большое количество света, стекла, соответственно, когда ты выходишь, заходишь, сразу видно, кто там, что там с улицы, соответственно, внутри, подписано первый подъезд квартиры, с первой по 20, всего лишь 20 квартир. панорамное стекление, очень похоже на Грюна Лунд, только здесь чуть по ощущениям шире, больше окна, вот такая граждающая конструкция, тоже светопрозрачная, поставлена для безопасности везде видеонаблюдение, ну, вот такая, друзья, здесь красота. Ну, и, конечно, обращу внимание, что кроме того, что здесь указатель на каком этаже находится, какая квартира, лифт поднимается с нулевого на первый этаж. Вот, большой привет Сэтлу. Вот я сейчас увидел этот проект от застройщика и понимаю, что этот застройщик не однодневка. Он хочет строить долго и хорошо и делает реально достойные, крутые проекты, которым могут позавидовать другие жители других комплексов. Хочется, чтобы застройщики в Санкт-Петербурге подтянулись минимум до этого уровня. Сами приедьте и посмотрите, как можно реализовать классный проект. А вот там вдалеке мы видим еще возводимые панельные дома в этом же комплексе. О, ну ничего себе есть шаурма. Кстати, в отличие от Питера, здесь вот я первый раз вижу шаурму, видел один раз гирос и все. То есть, это, видите, здесь как-то еще не сильно развито. А мне также понравилось, как архитекторы сделали фасады. Обратите внимание, это обычный панельный дом. То есть, большие окна, то есть, все одинаково, везде все ровненько идет. Но за счет красивых цветов, хорошо подобранных красок и вот элементы, видите, у окна темно-серого цвета, они разных геометрических фигур и вот создается такое приятное восприятие этого жилого комплекса. то есть, ничего сложного в принципе нет. Сделал дом, построил дом, подобрал хорошие краски и красиво это все окрасил. Интересные арт-объекты у жилого комплекса Новая Боровая. Обратите внимание, какая красота перед домом, как все ухожено. Трава, деревья, скамейки, где посидеть, а дворовые территории еще лучше. Такому двору можно, друзья, позавидовать. Обратите внимание, как здесь круто. В Беларуси очень много машин Тесла, в отличие от Санкт-Петербурга. Либо я их не видел. Есть зарядки, в отличие от нас, практически в каждом дворе. А любой из нас, когда приобретает квартиру, он приобретает не только какую-то определенную площадь, окна и стены, он приобретает входные группы, дворовую территорию и все, что находится здесь рядом. И для комфортной жизни должно быть очень много параметров, я считаю, в жилом комплексе. Здесь есть магазины, аптеки, груминги, салоны красоты, велодорожки, велопарковки, остановки общественного транспорта, лес, красивые фасады. И я понимаю, что в этом комплексе даже через 20 лет я нормально смогу реализовать свою квартиру, если вдруг решу поменять место своей жизни. Обратите, друзья, внимание на фасадные решения от застройщика. Смотришь, кирпич, декоративные панели, большой указатель, какой это дом, очень достойно смотрится. И давайте подойдем поближе и внимательно рассмотрим. Первое, декоративная панель, металл с каким-то приятным покрытием, оно, знаете, такое матовое, смотрится классно, напоминает чем-то кровлю и кирпич. Друзья, а это просто обычный винтфасад. И вот, знаете, вот я смотрю не понимаю, то ли это они сами так сделали, то ли это такая плитка. Но очень похоже, что просто сделали винтфасад под кирпич вот так вот красиво. Или они сюда приклеили вот такие небольшие плитки. Вот, кстати, кто знает, напишите, потому что мне вот, честно говоря, смотрю и не могу до конца понять, это они сделали сами, либо на винтфасад, возможно, а, слушайте, похоже, да, похоже, что приклеили вот такую плитку. Блин, ну реально очень круто смотрится. А впереди мы видим невысотное здание, чем-то напоминает мне Верин Шуваловский вот такими элементами. Вот это большая у людей терраса. Обратите внимание на балкон. У меня такое ощущение, что здесь нравится, два с половиной, а может быть, три метра он вот в глубину идёт. Просто такие огромные балконища. Смотря на этот проект, понимаешь, что есть огромное количество различных решений на разный кошелёк у людей. хочешь большой балкон, лоджию, чуть подешевле квартиры, чуть подороже, но даже в панельных домах минимальное количество квартир на площадке. Ещё одна входная группа сверху навес вот на таких швелерах, чтобы ничто не капнуло вам на голову при входе в вашу квартиру. Раз тамбур, два тамбур, почтовые ящики. Заходим, здесь такая же кирпичная стена. Обратите внимание, что такое ощущение, что просветит настольная лампа, и вот так она освещает. Смотрите, как это сделано даже с дверью. Блин, вот реально молодцы. Здесь какая-то струйка, такое ощущение, что кто-то здесь может сидеть. Обратите внимание, как сделана здесь зона. Здесь играют детки, вот такие домики из картона, декоративные элементы, сверху такая душевная красивая подсветка. Ну и, лучших традициях застройщика, здесь полки с книга обменом жильцов. Лифтовой холл, недавно, наверное, сдали, потому что еще не до конца сняли вот эту пленку. Обратите внимание, как прикольно делали рамочки с различными рисунками, и смотрится это так интересно и, возможно, даже по-скандинавски. А в этом доме HOTIS модель GEN2 с режимом регенерации электроэнергии такие лифты позволяют в год экономить достаточно большое количество электричества за счет режима генерации. Оцените, друзья, по пятибальной шкале этот прекрасный двор. И что мне понравился, так это вот этот рейтер, у которого достаточно просто огромные балконы. Больше, чем эти балконы, я, пожалуй, еще не видел. А вы? А знаете, такой интересный проект, что у меня даже глаза разбежались, и я не понимаю, где бы я хотел купить квартиру. Я бы, наверное, взял бы сразу пять. А теперь давайте посмотрим цены в местных магазинах. Арбузы рубль 69, подсолнечное масло 4,55, молоко рубль 82, сметана 2,13, макароны рубль 39 за 900 грамм, актимель рубль 35, сахар 2,31, яйцо куриное 2,99, сыр 3 рубля 58 копеек. Из особенностей можно взять любые суши, продаются поштучно. 1 килограмм суши 28 рублей 99 копеек. Майонез лобода 400 миллилитров 3 рубля 60 копеек. Корейка на кости 11,99 стейки из красной рыбы 58,99 за килограмм. Америка 1 рубль 99 за 200 миллилитров. Пельмени за килограмм 9,49 пакетик корма рубль 35. Обычный молочный шоколад милка 5 рублей 0,1 копейка. Ферри 5 рублей 69 копеек. Картофель рубль 35. Чеснок импортный 7 рублей 56 копеек. Стандартная бумага 13 рублей 99 копеек за пачку. Напишите в комментарии, что вам понравилось в этом комплексе и какие у вас впечатления. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал, а я с вами как обычно не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. до скорой встречи. Редактор субтитров Субтитры подогнал «Симон»